Девушки отдыхают У Пресли есть мумии, пришедшие из древности. И с 1525 года до нашей эры они охраняют жизнь нового Рапсеса. Ожившие мумии. СТИЛЯГА ИС ПУСТЫНИ Авторы сценария Джулия Леоалт, Эрик Леоалт, Майкл Иденс. Авторы сценария Джулия Леоалт, Эрик Леоалт, Эрик Леоалт. Авторы сценария Джулия Леоалт, Эрик Леоалт, Эрик Леоалт, Эрик Леоалт. Ты из пустыни? Кто ты? За что? Я не знаю парня по имени Рапсес. Моя идея родилась во сне. Это приспособление будет охлаждать хранилище силы Ра дуновения ветра. Вроде фена. Вроде того. Да. Вы тоже додумались до этого, но только я могу совместить грубые приборы вашего времени с мудростью египтян. Освободить силу Ра. Но ещё нужно поработать. Всё, шутишь. Что здесь происходит? Ты уже закончил переделку колесницы Хот-Ра? У меня руки чешутся её испытать. Может, это из-за бинтов? Ладно, испытай. Только не поцарапай краску. Рапсес, я подвезу тебя домой. На Хот-Ра, здорово! Я поеду с вами, чтобы охранять принца. Думаешь, я не смогу его защитить? В Египте ты считал меня мужчиной и позволял его катать? А теперь ты сомневаешься во мне? Мужчина ты или женщина всё равно. Здесь новый для нас мир, и нам нужно многому научиться всем. Например, к отношению к женщинам. Мне плевать, что говорит Джакал. Он не уважает меня, потому что я не мужчина. У него взгляды многовековой давности. За это время он совсем мумифицировался. Красный свет! Спасибо, что подвезла. Красный свет, дороги нет. Почему колесница фараона должна кому-то уступать дорогу? Люди должны уважать своего царя. А я должен ездить на автобусе. Даже без лошадей я узнаю солнечную колесницу фараона. Принц здесь! Вперёд! Поосторожней! Придурок! Помоги мне, Силара! Да! Рэд больше не доверит мне хотра. Только в прошлой жизни я видела, чтобы кто-то так ездил. Ты не мужчина? Разочарован. Ты так здорово ехал, я думала, ты женщина. Это ты женщина. Прекрасная женщина. Ты отлично ездишь. Это я уважаю. Извини за конфликт. Ничего. Когда мы закончим свое дело, я найду тебя. Обязательно. Буду ждать этого дня. Здесь. Оживите шапти. Вы нарушили мой сон. Хороший вес. Красавчик. Ты здесь новенький. Ты Эпеп. Пустынный змей. Здесь я Эпеп. По ту сторону западных ворот говорят, что в этом мире ты имеешь силу, и я сохраню тебе жизнь, если ты окажешь мне услугу. Помоги мне захватить молодого принца Рапсесса. Что тебе нужно от Рапсесса? Его дед изгнал меня в пустыню, но деда и отца мне уже не достать, а вот сынок живет в этом мире, и он должен поплатиться. Мне нравится направление твоих мыслей, но сейчас все не так, как в прошлом времени. Тогда ты мог похитить фараона и бросить его в пески и жариться на солнце. Какое прекрасное было время. Теперь нужно мыслить по-новому. Набей себе цену. Стань звездой. Только так можно заманить Рапсесса и оторвать от этих навязчивых мумий. Рапсесса и оторвать от этих навязчивых мумий. Это значит сила. Да, здорово. Если тебе больше одиннадцати, но меньше тринадцати, и ты чувствуешь себя прирожденным лидером, то можешь попытаться стать принцем пустыни. Выбор нового принца пустыни пройдет завтра днем в парке Голден Гейт. Приходите. Стоп, снято. Убирайте декорации, а я пока поговорю со звездой. Давай быстрее, я уезжаю. Смотри и не подведи меня завтра. Сделать тебя телезвездой стоило мне огромных денег. Не волнуйся. Завтра будет последний день Рапсесса. Что ты делаешь? Пеп хочет уничтожить мальчишку. Но тебе, чтобы стать бессмертным, он нужен живой. Не беспокойся, Хека. Пусть он ищет Рапсесса, а потом Пеп мне будет не нужен. Смотрите передачу «Лицо тех, кто вдруг стал популярен». Включая телевизор, открывая журнал и читая газету, вы сразу заметите его лицо. Кто же это? Конечно, Пеп. Оставайтесь с нами, и мы откроем тайну этого необычайно популярного парня. Двуличный негодяй. Вообще-то я смотрел. Ты уже достаточно насмотрелся, лентяй. Какая муха тебя укусила? Есть проблемы? Рэд, ход ра готова? Она мне нужна. Ты шутишь? Ход ра на приколе. Это несправедливо. Мы должны быть рядом с Рапсессом. Ты не веришь в мой разум. Ты не доверяешь мне. Есть основания. Кто-то встал из саркофага нестой ноги. Она не похожа ни на одну женщину из тех, что я встречал. Когда мы избавимся от парня... Где он? Пощади моих ребят. Они не знают тебя, как я. Мне нравится твое эффектное появление. Ты сказал, что найдешь меня. Я здесь. Поедешь со мной на край земли? Поеду. Я никогда не встречал таких, как ты, моя принцесса. Ты должен кое-что узнать. Я тоже из другого времени. Чары, которыми ты околдовала меня, сильнее этой магии. Я... У меня здесь дела. Нас здесь трое. Мы воскресли, чтобы защитить пришедшего из прошлого сына фараона. Рапсесс? Нет! Не может быть! Ты знаешь Рапсесса? Нет! Отпусти меня! Ты преданная охранница Рапсесса? Говори! Почему? Почему так вышло? Раз ты охраняешь принца, то должна разделить его участь! Его нет в школе? Я не знаю, как он мог сбежать. Мы должны найти его. Парк Голденгейт. Выборы принца пустыни. Не хотите посмотреть, как он танцует? Сынок, потанцуй. Подожди, дай сделать фотографию. Я же просила тебя быть послушным. Я не опоздал? Вообще-то мы тебя ждали. В твоих глазах я вижу дух твоего деда. Что? Твой дед изгнал меня из Египта. Рапсесс. Не трогай принца. Взять их. Поторопись. Ребята, я передумал бороться за звание принца пустыни. Благодарю. Привет, муми. Есть возможность меня спасти. Прием. Ответьте мне. Прием. Слышит меня кто-нибудь? Ну ладно. Назад, пустынные гады. Отлично. Не пораньте женщину. Отдай мне мальчишку. Он должен заплатить за то, что его отец сделал со мной. Мне он нужен живой. Помоги нам, Сила Ра! Не потеряйте парня. Остановите их. Ах так. Убери своих монстров, Скараб. Дурень, они не мои. Увезите его. Нет. Армон. Ред, мы должны спасти принца. Иду. А может, задержусь. Нам нужно к западным воротам. Не выйдет. Мумии прихлопнут твоих парней, как мух. Стой! Ты проиграл охранница. Уверена, что великий Эпеп хочет больше, чем просто отомстить парнишке. Что ты предлагаешь? Предлагаю устроить гонку. Если я первой доеду до конца моста, ты отпустишь парня и вернешься в свой мир. А если выиграю я? Ты получишь и парнишку, и меня. Я навсегда останусь с тобой. Согласен. Охраняй приз. Ты будешь моей. Увидим. Трус. Какая женщина. Она будет моей. Нипертина. Пеп, ты спас меня. Я согласился на гонку, чтобы получить тебя, а не потерять. Но, кажется, приз достался тебе. Нет, не уходи. Твоя очередь. Пусти меня, дурак! Ты не ранен, мой принц? Забудь обо мне. Нефертина гоняет со змеем на мосту. Я не знаю, что здесь произошло, но меня не оказалось рядом, когда, возможно, я был нужен. Благодаря тебе, молодой принц спасен. Тебе плохо? Я переживу. Продюсер и режиссер Сет Керсли. Композитор Джон Кэмпбелл. Мальчик Пресли в своей прежней жизни был фараоном в древнем Египте. Теперь злой волшебник по имени Скараб охотится за Пресли днем и ночью. Продюсер и пирогов. Продюсер и пирогов. Продюсер и пирогов. Продолжение следует...